Парень не мог остаться равнодушным к такому симпатичному и беззащитному существу. Он немедленно отнес его ветеринару, чем и спас малышу жизнь. Сам же врач каждый день фотографировал птичку, отшлеживая ее развитие. Он завел блог, где ежедневно делился успехами птенца, и вскоре показал, что с ним стало, когда тот подрос. Это невероятно. Это первый день птенца с нами. Он настолько маленький, что остатки скорлупы все еще не его теле. Мы не смогли поместить его обратно в гнездо, оно было полностью развалено. Пришлось оставить его у себя. С виду птенцы очень своеобразны, но по-своему симпатичны. Мы решили, что это девочка, хотя сам не знал, как определить пол такого маленького птенчика, и назвали ее клетка. Тут же мы поместили малышку в инкубатор, чтобы она могла развиваться в комфортных условиях. Маленькие птички много едят. Мы кормили клетку сверчками, червями, пойманными насекомыми и специальной недорогой эссенцией для птенцов. Мы давали ей пищу каждые 30 минут 14 часов в сутки. Только представьте, сколько насекомых нужно поймать родителям птенца в естественной среде, чтобы прокормить своего отпрыска. Сегодня вы можете увидеть замечательное преобразование перьев на крыльях. А еще у нее появился забавный пушистый ракезик на голове. Клетка научилась уверенно сидеть. Посмотри, как изменились ее перья всего за 24 часа. А еще у нее начали открываться глазки. Вот хороший снимок, где видно, как здорово развиваются ее перья. Вы можете увидеть их в роговой оболочке. Когда крылья вырастут до нужных размеров, эта оболочка разрушится и даст им возможность расправиться. За ночь вся оболочка обсыпалась, и вот она, наша птичка. Здесь ты также можешь увидеть согнутый палец на лапке, но не беспокойся, он ей никоим образом не мешал. Мы перестали использовать инкубатор, так как птичка уже покрылась перьями и научилась регулировать свою температуру тела. Однако, менее смешной ее это не сделало. Мы подарили ей новую клетку. Она была счастлива, несмотря на выражение своей мордочки. Мы подыскали для нее клетку побольше, и поместили туда много разных веточек. Кто бы мог подумать, она летает и прыгает с ветки на ветку как настоящий профессионал. Это одна из моих любимых фотографий клетки. Здесь видно, как преобразились ее перья. Мы решили, что она, скорее всего, принадлежит к виду белоголовой занатрихи или обыкновенной воробиной овсянки. Оба вида являются мигрирующими, и мы надеялись, что наша птичка сумеет приспособиться. Она была в восторге, когда мы поместили в клетку несколько веток с листьями. Птицы ее вида любят почки деревьев, так что она немедленно принялась искать их. Вот он, день свободы. Все условия были прекрасны для того, чтобы выпустить нашу маленькую клетку, так что мы решили, что этот день идеален для подобного события. Прощай, клетка. Мы открыли клетку, отошли назад, и птица мгновенно выпорхнула из села на ближайшую ветку. Она ни секунды не сомневалась и сразу же принялась исследовать окружающий мир. Скоро мы потеряли ее из виду. Разумеется, природа не зря придумала естественный отбор, но иногда так приятно помочь беспомощному существу. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми. Субтитры сделал DimaTorzok